Итак, чтобы избавиться от долгов раз и навсегда, важно зайти в подсознание через определенные методики и убрать вторичные выгоды долгов. Долги всегда связаны с самооценкой. Вот вспоминайте, когда вы брали долги. Что мотивировало вас взять эти долги? Например, улучшить свое благосостояние. А для чего вам улучшить благосостояние? Например, взять лучше айфон, пойти туда или пойти сюда. Вам хотелось чувствовать себя лучше. Вам хотелось ощущать себя краше. То есть ваша самооценка была связана именно с этим. Вот куплю айфон и тогда я буду крутая. Вот куплю айфон, ну это на фоне айфона, но это может быть и другие какие-то вещи, которые вы брали. Потому что если, например, долги были взяты на основании бизнеса, это одна раскладка. А вот если это взято было на потребительские кредиты, это другая раскладка. Обычно реклама так и работает. Она работает за счет рекламы. Вот возьми это и будет тебе хорошо. Вот возьми это и будешь лучше. Поэтому сначала мы отвечаем на вопрос, зачем. Зачем мне так было важно набирать на себя эти долги и загружать себя в эту тюрьму? Что я получаю в этой тюрьме? Потому что в тюрьме есть тоже вторичные выгоды. Например, только если есть у меня долги, тогда от меня отстанут все родственники и не будут одалживать у меня. И тут, конечно же, очень важен индивидуальный подход. Второй вопрос. Почему мне важно раз и навсегда избавиться от долгов и научиться генерировать деньги, создавая источники дохода? Потому что раз вам не хватило денег и вы взяли на кредит, это говорит только о том, что вы не научились, не выбрали научиться создавать источники дохода. И у нас тоже в методике это есть очень прямо, у нас есть целая программа, которая так называется – «Свобода от долгов». И третье – это как раз вопрос «Как?». И вот вопрос «Как?» не просто выйти из тюрьмы, не просто закрыть клетку и больше туда не заходить, находя в себе внутреннюю силу генерировать и создавать источники дохода, но и закрыть, и больше туда не прыгать, в эту яму. Потому что многие люди, закрыв долги и выпрыгнув из долговой ямы, они через некоторое время опять, вы правильно говорите, как бы сюда не попадать. Они попадают обратно туда, потому что опять-таки есть важная подсознательная причина быть в этой долговой яме. Например, только если я в долговой яме, то вот здесь возьмите лиц бумаги и продолжите. Но идеально все-таки приобрести методику и закрыть этот вопрос раз и навсегда. Продолжение следует... Продолжение следует...